Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о десяти популярных ошибках, которые мы допускаем, когда говорим с вами на английском языке. Эти ошибки принадлежат к разным уровням владения, их иногда допускают даже носители языка. Поэтому, если вы хотите узнать об ошибках больше, ну или проверить, допускайте ли вы их, когда говорите, то оставайтесь с нами. Меня зовут Настя, это канал Lingotrip TV, и мы начинаем. Ну и начнем, наверное, с одной из самых популярных, той, которую многие боятся, это использование неправильного времени. И вместо того, чтобы сказать I didn't say that, мы говорим I didn't said that, то есть мы смешиваем didn't и прошедшую форму глагола. Решение здесь достаточно простое, практикуйтесь, практикуйтесь и практикуйтесь. Когда мы говорим, в речи в том числе принимает участие и наша физическая память, поэтому чем больше вы проговариваете правильные формы, тем легче будет их произвести в спонтанной речи. Следующая ошибка это начинать каждое предложение или каждую фразу со слов basically или like. Это так называемые слова-паразиты, которые вы часто можете встретить даже в речи носителя языка. Наличие этих слов в речи человека, а точнее чрезмерное использование этих слов, говорит не сколько об уровне владения английским как иностранным, сколько в принципе о уровне речи, о его качестве речи. Иногда люди, изучающие английский как иностранный, смотрят очень много сериалов, и им кажется, что если они будут использовать очень много слов like или basically, что-то вроде этого. Использование like через слово, им кажется, что они достигают более высокого, более приближенного к нативному уровню, но это не так, это просто будет показывать другим людям, что у вас не очень богатый словарный запас. Следующая распространенная ошибка это использование сравнительной и превосходной степени прилагательного в избытке. Например, вместо того, чтобы просто сказать better, мы говорим more better, более лучше. В русском языке мы тоже делаем такие ошибки, поскольку мы не знаем иногда или забываем правила грамотной речи, но в английском давайте не будем этого повторять и просто оставим одну достаточную сравнительную или превосходную степень. Если вы хотите сказать намного лучше, то слово, которое вы ищете, это слово much, much better. The pizza is better than the one we had yesterday. The pizza is much better, но ни в коем случае more better. Но открою вам небольшой секрет, скажем так, задачка со звездочкой. Если вы уже владеете английским на высоком, достаточном уровне, мы же помним, что чем лучше мы знаем язык, тем более уверенно мы можем допускать в нем ошибки с определенной целью. Вы можете допускать такие разговорные, эмоциональные, скажем так, фразы, как, например, То есть накидать туда вот этих вот превосходных степеней, чтобы эмоционально показать, что ты мой самый наилучшайший друг. Конечно, это не будет правильно с грамматической точки зрения, но если вам хочется произнести какой-то такой дополнительный эмоциональный эффект, то вперед! Уже более 10 тысяч ребят прошли наш самый популярный марафон от Intermediate до Advanced. Сейчас его можно пройти в формате челленджа, где мы поделим вас на команды по два человека, и вы сможете выиграть призы. Все, что от вас требуется, это смотреть уроки, выполнять домашние задания, воруме сдавать креативную парную домашку и активно развивать свой английский. После марафона вы обогатите свой словарный запас, прокачайте все навыки, грамматику, преодолейте языковой барьер, перестанете топтаться на месте и преодолейте эффект плато. А до и после прохождения курса вас также ждет подробный тест, который поможет вам увидеть прогресс и определить точки роста. Я вам рекомендую тариф PRO, так как в нем есть доступ к челленджу. Промокод на скидку и ссылка на регистрацию будет в описании под этим видео. Не упустите крутую возможность! Следующая ошибка это, когда мы путаем слова me и I. В английском и me, и I может означать я. И мы уже говорили об этой ошибке в наших других видео. Давайте посмотрим на предложение. В данном случае, если мы уберем слово my friend, то что у нас останется? Что звучит грамматически неправильно. Значит, что в данном случае нам стоит употреблять местоимение me. Тогда фраза будет звучать как Или, например, такая фраза. Предложение говорится о том, что Рауль и я идем на рынок. Если мы уберем слово Рауля, у нас останется Грамматически это предложение неверное, поскольку как подлежащее мы должны использовать слово I. Сразу говорю, что в речи носителя языка вы, скорее всего, услышите такие оговорки. Кто-то считает это абсолютно нормальным, кто-то считает это ужасным нарушением нормы и будет беситься, если кто-то из его друзей так говорит. Поэтому сразу предупреждаю, что вы такое услышите. Но грамматически это не совсем правильно. Следующая ошибка это, когда мы смешиваем, не разделяем слова does и do и используем их с разными, с неправильными подлежащими. Напоминаю, что глагол does используется только с тремя подлежащими he, он, she, она или it, когда мы имеем в виду что-то неодушевленное. В остальных случаях мы используем слово do или, соответственно, don't в отрицательной форме. Опять же, в определенных эмоциональных или стилистических ситуациях вы найдете формы такие как Это, скорее всего, будет относиться к определенной субкультуре или к определенной ситуации. Копировать слепо такие фразы не стоит, потому что вы можете, сами того не осознавая, причислить себя к определенной группе, к которой вы, собственно, и не принадлежите. Поэтому будьте аккуратны с фразами, которые вы выбираете, и старайтесь следовать грамматическим правилам. Следующая ошибка, ну, или оговорка связана со словом cope. Часто люди употребляют его с предлогом up, cope up with something. Слово cope обозначает справляться. И если мы не уточняем, с чем же человек справляется, можно это слово употреблять вообще без предлогов. Если нам важно показать, с чем человек справляется, Как ты справляешься со своими проблемами. Иногда люди вставляют туда слово up, что является грамматически неверным. Иногда люди просто путают слово cope со словом keep. How are you keeping up? Что в данном случае будет означать, как ты справляешься в принципе. How are you keeping up? Как ты живешь, как жизнь. Или здесь же может быть слово to hold up. Справляться, держаться. Как ты держишься, если особенно у кого-то произошла печальная ситуация. How are you holding up? Как ты справляешься? Но слово cope используется или совсем без предлога, или с предлогом with. Следующая популярная ошибка, это когда мы путаем значение слов lend и borrow. Точнее мы путаем не значение, а ситуации, в которых эти слова употребляются. В русском это одно слово, одолжить. Иногда есть еще такое слово занять. Если честно, я слово занять употребляю только в одном значении. Занять у кого-то что-то, то есть попросить в долг. Я никогда, мне кажется, не говорила, можешь занять мне немного денег. Для меня это звучит, если честно, немножечко странно, но я такое часто слышала. В английском языке это два разных слова. To lend означает to give, дать кому-то что-то в долг, одолжить, то есть дать. Слово borrow означает взять в долг, или одолжить, принимая. Например, вы можете сказать Могу ли я одолжить твою машину, то есть воспользоваться ей, или вы можете попросить кого-то Можешь одолжить мне, то есть дать мне в долг 100 долларов. Если вам так будет легче, то можно представить направление движения этого предмета. То есть есть я как субъект, если я borrow, то предмет движется ко мне. Borrow. Lend я даю. Ну и не забываем про правильные предлоги. Lend something to someone. Отложить что-то кому-то, так же как и со словом give. Give something to somebody. И со словом borrow. Borrow something from somebody. Borrow some money from a friend. Take some money from a friend. Следующая популярная ошибка это неправильное использование фраз me too и me either. Эти обе фразы означают согласие с тем, что только что сказал ваш собеседник. Но соглашаемся мы таким образом с разными утверждениями. Если утверждение, которое ваш собеседник высказал является положительным в его грамматической форме, а не в эмоциональной окраске, например, I love traveling. Я обожаю путешествовать. Love. Глагол положительный. То вы скажете Me too. И я. Или, например, эмоционально отрицательный глагол hate. Несмотря на то, что он несет себе такую отрицательную окраску, если кто-то скажет I hate when it rains. Я ненавижу, когда идет дождь. То вы тоже можете согласиться и сказать Me too. И я. Я тоже это не вижу. То есть смотрим на грамматическую форму глагола. Если глагол в отрицательной форме I don't like this dress. Мне не нравится это платье. Вы можете ответить Me either. Или me either. У этого слова два варианта произношения. И мне не нравится. Несмотря на то, что I either фраза Me either у нас работает с глаголом в отрицательной форме, тем не менее, это все равно значит, что вы соглашаетесь, а не спорите с кем. И я тоже не. Следующая популярная ошибка, а точнее, скорее всего, перенос своего родного языка на английский, это использование каких-то других глаголов, например, глагола eat есть с лекарствами. Например, в такой фразе У меня болит голова, поэтому я в таких случаях съедаю таблетки от головной боли. Вместо этого используется глагол Когда у меня болит голова, я принимаю таблетки от боли. Слово take в значении употреблять вовнутрь используется, как правило, с лекарствами, с таблетками, но не с едой, не с какими-то напитками. Хотя, если это лекарство в жидкой форме, то тоже используется слово take. Можете запомнить такую интересную фразу to take a chill pill остыть. Например, если кто-то вспылил, вы можете сказать ему нужно остыть. Дословно принять остывающую таблетку или остуживающую. Ну и последняя ошибка на сегодня, которую мы обсудим, это когда мы путаем слова lay и lie. Lay это положить что-то, поместить на поверхность, а lie это лежать. Мы не берем сейчас значение лгать, лежать. Lie то есть самому иметь горизонтальное положение, а lay это положить что-то, чтобы оно лежало. Есть такая детская считалочка, где там упоминаются цифры и какая-то рифма с ними. И там говорится five, six, pick up sticks, пять, шесть, забери, подними палочки, seven, eight, lay them straight, семь, восемь, разложи их ровно. То есть вот это lay, разложи, положи. Lie в данном случае мы употребим I decided to lie down. Я решил прилечь. Трудность в том, что слово lie в значении лежать или лечь в прошедшем времени имеет форму lay. Ну и мы хотим предложить вам небольшую такую памятку для запоминания этих слов. Lay place положить to place something положить что-то. Lie recline lie let recline откинуться. Если вам это поможет, то очень здорово. Ну что же, это все на сегодня. Надеюсь, что это видео было полезным. Пишите, какие ошибки вы встречали в речи других, какие вы допускаете сами. Не забывайте посмотреть наши другие видео и увидимся совсем скоро. Пока-пока.